Про Березовского будете говорить? Да, Соня. Соня, я смотрю сегодня прессу, все говорят о Березовском. И мне кажется, мне кажется, как-то очень многих отпустило. Ты не замечала, Настя? Отпустила в каком смысле? Отпустила, вот, ну, посмотри, например, два канала телевидения делали большие программы про Березовского. Насколько я понимаю, если я правильно информирован, по крайней мере, по Твиттеру, то как будто бы второй канал, ну, вот Россия делала что-то про Березовского, такое что-то большое, глобальное, с большим количеством гостей и все. И как будто, если я правильно информирован, этот самый НТВ делал что-то про Березовского. На всякий случай, собирался, я по Твиттеру сужу, что-то такое, да? Ну да. Из этого следует, что всех как-то отпустило, потому что, ну, раньше как бы... А, в смысле, о нем не говорили? Не говорили, это было не принято. И вообще, любое упоминание Березовского означало, означало вероятную твою верность ему, а следовательно, нелояльность, а следовательно, нелояльность правящим людям и так далее. И это было опасно, подозрительно и странно, говорит имя Березовский. Можно было только... В негативном... Шо, 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 шо потом так, и, в общем, лучше не произносить фамилию, а говорить Боря, а лучше даже не говорить Боря, а говорить товарищ. Товарищ сказал, и все понимали, что за товарищ. От текста уголовного дела какого-нибудь. Да, то есть, ну, как бы было страшно. А теперь вдруг все заговорили, потому что ощущение, что вот умер какой-то весомый человек и так далее, и который раньше, будучи живым, мог тебя захватить как-то в сферу своего влияния невероятную. Понимаешь? Вот интересно, я хотел спросить наших слушателей. Сейчас, когда вы слышали все выходные, говорили о Березовском, конечно, ну, все, 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 средства масс-информации, газеты, все. Скажите, вы в целом почувствовали отношение к нему скорее, начать голосование, скорее негативное 916-55-81? К нему как личности, ну, по оценке всего, по совокупности. Скорее негативное 916-55-81, скорее позитивное 916-55-82. Скорее негативное. Вы, думая о Березовском, не могли не думать, потому что все средства масс-информации о нем говорили. Вы почувствовали отношение к нему по совокупности всего, да? Скорее негативное 916-55-81, скорее позитивное 916-55-82. Я приму звонки, смотрите, как я сделал. Я приму звонки, я приму звонки через... Сейчас у нас минута рекламы. Потом я приму звонки, независимо от результатов голосования. Сейчас 69 негативное, 31 позитивное. Значит, независимо от результатов голосования. Через минуту я скажу вам результаты. Я приму по одному с каждой стороны, вот так вот, лесенкой, ступенечками. Думая о Березовском в связи с информационным поводом. Он умер. Вы испытываете отношение к нему скорее негативное, сейчас 71 уже процент негативный, 916-55-81. Или скорее позитивное 916-55, по совокупности всего, что вы о нем знаете. Скорее позитивное 916-55-82. Через минуту. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. 68,4 на 31,6. Сейчас я, значит, думаю о Березовском в связи с новостным поводом. Вы относитесь к нему скорее негативно. 68,4% наших слушателей, пожелавших. Позвоните, я напоминаю, это кто пожелал позвонить. Скорее позитивно. Секунду, секунду, мне лень отнимать. Я сейчас посмотрю. 31,6. 31,6. Я сразу просто выкладываю в Твиттере, ладно, ничего. 31,6% слушателей РСН по телефону. А теперь я приму звонки от негативно, соответственно. Сначала негативно, потом позитивно. Вообще все не звоните. Не надо звонить всем. Я принимаю звонок. Один негативно, один позитивно. Один негативно. Сейчас вот негативный. Пожалуйста. Негативный звонок. Сделайте мне, пожалуйста, негативный. Он скорее вызывает у вас негативные ощущения. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Альберт. Да, Альберт. Я не попал, я хотел... 7,8,8,7,0. Вы не попали. 7,8,8,7,0. Добрый день. Добрый день, Сергей. Благодарю за эфир. Добрый день. Добрый день. Все придут на Божий суд. Вас долары не спасут. 26-й Виктор под Москвой. Подождите, подождите. Ну теперь, подождите. Негативно обрисуйте. Почему негативно-то? Ну, Сергей, ну а за что хвалить? Как бы забанул Сережа раз, обманул и второй раз. Правильно? Не раскрыта тема. Не раскрыта. Тем не менее, в связи с правой... Не раскрыта. Не достаточно. Сергей, очень многие не любят его за богатство. Нет. Внимание, внимание. Значит, сейчас все равно позитивно. Позитивно. Вы относитесь к Березовскому позитиву. По одному. По одному. Быстренько. Алло, здравствуйте. Позитивно. Вы относитесь к Березовскому позитивно. По негативу. 7-8-8-8-7-0. Вы относитесь к Березовскому позитивно. 7-8-8-8-8-7-0. 7-8-8-8-8-7-0. Позитивно. Алло, здравствуйте. Вы позитивно относитесь. Здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Это был, конечно, позитивно. Но давайте вот... В 90-х годах, когда был такой барак, в принципе, Березовский. Если сравнить те годы нынешние, вроде бы, стабильность. Да. На ангелу, чем у него перед нашим глазами, я считаю, он ангелу был. Что творят сейчас эти? То есть вы считаете, что даже если он творил, то он творил как ангел по сравнению с этими новыми? Ну, потому что тогда же мы уже строили свой струй, там еще после развала Союза ничего не было непонятно, куда мы идем, куда мы шагаем. От 17-го года бесправедливости понятно, куда шагаем, а в принципе ничего не меняется, согласитесь. Да, Абдул, понятно, принято, принято, Абдул, приняты аргументы, приняты аргументы Абдула, теперь опять негативно. Я, видите, я вообще не комментирую, просто вы говорите, да, прошу вас. Негативно вы относитесь к Березовскому негативно, прошу вас. Здравствуйте, я уважаю Березовского. Нет, не надо уважать, я еще раз сказал, сейчас у меня негативный звонок. Вы, может быть, не расслышали, может быть, не расслышали, а вы постарайтесь все-таки с этим, напрягитесь, ничего страшного. Алло, здравствуйте, да, негативно. Ну, конечно, негативно, но страну обворовал. Обворовал страну, еще, чуть-чуть побольше, скажите несколько фраз, потому что одной мало. Вы постоянно гнал на Россию. Гнал на Россию, еще еще что. Ты делал у себя лог, ты прятался, гнал на Россию. Гнал что, ну, чуть-чуть, двоеточие, ну, там еще чуть-чуть. Ну, что еще? Ну, мало, вы говорите мало, ну, послушайте меня, позвонил парень перед вами, Виктор, сказал, да он один раз и два раза украдет. Что, ну, чуть-чуть, поподробнее, ну, дайте же. Ну, подробности я мало могу сказать, но есть информация, что он финансировал всяких боевиков. Финансировал боевиков, гнал на Россию, обворовал Россию, три позиции, так? Да. Спасибо. 7-8-8-10-7-0, теперь позитивно. Теперь позитивно, 7-8-8-10-7-0, да, позитивно вы относитесь к Березовскому. Березовского, прошу вас, да. Алло, позитивное отношение, прошу вас. А потом появилось, что негативно. Да вот это ж беда, ну, что ж вы звоните, да-да. А ты ж, вот это ж, эш ты ж. Алло, здрасте, позитивное отношение, пожалуйста, позитивное. Здрасте, позитивное. Давайте. Да, вот это все не интересовало, мало еще было. Ну, вот просто представьте, сколько людей он наколол. Это как Виме надо быть, ну, не знаю. Наколол? Обманул? Раздолбаемый. Ну, просто что в стране творилось. Он попал в свое время. Попал в свое время. То есть жил в свое время, и вы... А в чем позитив-то? Вот позитив мне дайте, я уж не могу врубиться. Где позитив? Ага. Ну, не знаю. Позитив, потому что, ну, столько смог забрать, столько наколол. Ну, не знаю. А где же сколько? А сколько? Вот подождите. Мне кажется, что его решающие победы на самом деле две. Вот давайте, ну, давайте быть точными по фактам. Первая его решающая победа, это создание логоваза как такового, вообще логоваза и уход в торговлю автомобилями. Это он сделал благодаря Институту управления при Российской Академии Наук. Он занимался как раз выстраиванием управленческих моделей в Российской Академии Наук. И поэтому он курировал ВАЗ, ВАЗ, Автоваз с этой точки зрения. И как бы поселить бардака он предложил тогда Каданникову какие-то схемы правильные, которые позволили заводу не закрыться. И сделали Борисовского богатым. Это первый их шаг. И второй, по-моему, Ельцин. Ельцин под обеспечение Первого канала дает Сибнефть. Вот, собственно, их два. Сколько там народу? Народу Каданников и Ельцин. Честно, больше так народу-то и не сыщешь. А где народ? В какой момент появляется народ? Не знаю, может быть, Путин сам? Нет, а Путин при чем тут? Путин это уже 99-й год. А-а. Нет, нет, народ не появляется ни в какой момент. Народ как-то вон блистательно отсутствует. Понимаешь, в чем дело? Обворовать всю страну это мало. Вот это нам пишут через сайт. Надо, чтобы... Нет, давайте иллюстративно. Давайте иллюстративно. Сейчас был позитив или нет? Сейчас был позитив или что? У него сомнений какие-то. Сейчас тогда негатив, товарищи, сейчас негатив, негатив, негатив. Звонит негатив. Прошу вас. 788-107-0. Вы негативно относитесь к Березовскому. Обрисуете позицию. Да, прошу, прошу. Василий меня зовут. Давайте, Василий. Вот смотрите. Ну, правильно предыдущий сказал. Слушайте, смотрите. Ну, то, что там в Кавказе происходит 50% войны, он финансировал. Он финансировал 50% войны. Прошу вас. Да, дальше. За счет каких средств, можно уточнить? Да. За счет каких средств он финансировал? Ну, за счет каких средств, конечно, это, конечно, вполне может быть даже и через иностранные, как вы сейчас говорите, через кипрские компании можно было... Через кипрские компании. Это ерунда. Еще главное. Все взрывы в Москве... Да. ...тоже это дело Березовского. Да, да, да. И третье. Можно уточнить. Он организатор, идейный вдохновитель или реально взрывал? Что он делал по взрывам? Да не он взрывал, конечно. Причем тут он взрывал? Что же он делал? Вдохновитель. Вдохновитель. А, он вдохновил взрывать Москву. Иди уходил. Понял. Понял, понял, понял. Еще скажи, еще можно сказать? Ну, конечно, о чем говорите. Конечно. Смотрите, по России, что вы вчера показывали, это уже повтор был. Это уже показывали где-то месяца два назад. Вот. Это просто повторили. Никто ничего не боялся, во-первых. Да. Вот. И еще... Ну, на этом, наверное, пока все. Пока все, но этого достаточно. Этого довольно много, Виктор. Это дофигища. То есть половину войны Кавказской он финансировал. Половину войны за счет кипрских фирм. А еще он идейный вдохновитель взрывов в Москве. Вот какой он. Да, этот аргумент очень... Идейный вдохновитель взрывов в Москве. А, отлично. Теперь мне нужен позитив. Теперь мне нужен позитив. Мы чередуемся. Чередуемся. Вы помните, что мы чередуемся по чьей основу? Позитив. Позитив. 788-107-0. Да, прошу вас. Вы позитивно относитесь. Здравствуйте. Это Дмитрий. Я нейтрально отношусь, но могу сказать, где был обворован народ. Нет, не надо. У нас сейчас позитив. Дмитрий, мы с вами не... Не пляшем, как будто пьяный, значит, вот вышел до ветра. В темноту. Мы не пляшем, нет, как струя пьяного, нет. Мы идем четко по оверстке, Дмитрий. Вот так у нас устроено все. Да, прошу вас. Да, да, да. Да, прошу вас. И первый позитив я, по-моему, какую-то премию учредил. То ли это, то ли еще что-то, да? Я тут учрел премию «Триумф». Триумф. Абсолютно верно, да, да, да. И второй момент я вот только буквально вчера... С самого начала, как только он создал «Лаговаз», он тотчас стал поощрять «Триумф». «Триумф». И второй момент, вчера случайно ТРБК услышал, что в свое время Гусинский хотел приватизировать «Мосфильм». Весовский ворно подсуетился, пошел Дерезовскому, так сказать, на жаловку, и благодаря Дерезовскому «Мосфильм» остался, так сказать, в руках, так сказать, Шах Назаров. То есть отбил у Гусинского «Мосфильм». Вот это еще позитив. Значит, а... да? А первый это премия «Триумф», которую Зоя Богославовна... Через сайт тоже пишет Федорович, известный, кто выступил с точки зрения позитива. Он говорит, если говорить по существу, то все-таки Перезовский хотел добра России. Ну, что значит добра? Ну, что значит добра? Давайте все-таки обрисовывать, давайте фактические факты. Давайте, что значит просто... Ну, да, ну все хотели добра, и что? Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Да, здравствуйте. У меня позитив. У вас позитив. Подождите, а сейчас что было? Сейчас было тоже позитив. Ну, это беда, беда, беда. Да, давайте я для вас почищу линию, сорок пятый. Подождите секунду, подождите, не надо. Я вас отключу, сорок пятый. Я буду ждать вас в следующем звонке. Договорились, я буду чистить всех жесточайшим образом, а вы позвоните. Ладно, договорились, сейчас негатив. Алло, здравствуйте, негатив, прошу вас. Доброе утро. Благодаря Борису Абрамовичу у нас Владимир Владимирович. Это вы относите к негативу. А что это, позитив или негатив, считайте сами. А вы это относите к негативу или нет? Потому что тут нужно очень четко следовать за верстом. Но если с сарказмом, то это позитив. С сарказмом, с сарказмом. А так-то негатив. Благодаря Борису Абрамовичу у нас... Значит так, теперь я чищу для сорок пятого. Внимание, вы помните, что у меня честность сплошная? Так, ну не звоните, умоляю. Это абсолютно бесполезная фигня. Я чищу для сорок пятого. Эй, ребят, мне человек 200 звонит. Можно не звонить? Когда я обещал сорок пятый, вот сорок пятый. Сорок пятый, вы сорвались. Сорок пятый только что был и сорвался. Сорок пятый сейчас звонит, пожалуйста. Сорок пятый звонит сорок пятый. Не все, а сорок пятый. Я же вижу ваши номера. Зачем же вы долбите, если вы не сорок пятый? А? Если вы не сорок пятый. Вот сорок пятый, да. Прошу, сорок пятый, прошу вас, да. Здравствуйте. Да, прошу вас. Вот видите, как мы очень по-честному вас выводим. Позитив, поехали. У меня позитив. Да. Позитив в том, что человек остался под конец жизни один, по-человечески его жалко, переживал эмоционально. Да. И вот читаешь в интернете, просто непонятно, откуда у людей столько желчи. Ведь это всего лишь человек. Какой бы он ни был... Ну, видите ли, все дело. Можно здесь я добавлю? Ведь это такой человек, которого русские в массе олицетворяли с сатаной в рамках обычного аврамического дуализма. Это понятно, но здесь вот 99% звонящих, если бы были бы в то время и в то место, были бы в 10 раз хуже. Да. Такое устройство у наших людей. Нет, позвольте я все-таки суммирую, я скажу, в чем устройство у наших людей. Устройство в том, что любой человек, аврамический человек, а люди христианской традиции, безусловно, следуют за традицией Авраама, идут по дуалистическому восприятию мира, да, они живут в дуалистическом мире. Есть абсолютное добро Господь и есть абсолютное зло Сатана. Понятно, да? И даже осмелиться на критику этой позиции или высказывания, что он вечно хочет добра и вечно творит зло, даже на это шли только единицы человеческой истории. Аврамической, да? Значит, русские приняли, что Сатана — это Березовский. Это было принято. Ну, это так. Это ошибочное мнение. Но, тем не менее, это было принято. Понимаете, украл он точно не больше всех. Украл он точно не больше всех. Сделал он точно меньше других, да? Но он появлялся в какие-то моменты и заявлял решительную позицию. Еще было очевидно, что он Сатана. И все. И вот русские сейчас провожают Сатану. Я думаю так, что его конец трагичен. И если смотреть глобально, то он, наверное, в последнее время сам был не рад, что у него происходило это и негатив для него. Но с точки зрения как личности я оцениваю это позитивно. Спасибо. Спасибо. Давайте остановимся здесь. Скажем, что мы принимали звонки негатив и позитив. Мы их принимали, начиная с негатива. Как вы помните, начиная с негатива, завершили позитивом. Это ровно одинаковое число звонков было принято. Негатив суммируется главным образом в том, что он обворовал Россию, обворовал весь народ. Также финансировал наполовину чеченскую войну из кипрских офшоров. А также был идейным вдохновителем взрывов в Москве. Не очень понятно, откуда это следует, но это в любом случае, поскольку это есть, так это есть. Это есть в головах. Это из сознания, следовательно, это явление. Это явление, требующее изучения. Позитив связан с жалостью последним прозвонившим, именно с человеческой жалостью к одиночеству Березовского. И позитив связан с тем, что он жил в бедовую эпоху, такую эпоху разбитную, бедовую, когда нельзя было не делать. Он был человеком эпохи, ничем не отличающимся от эпохи. И, следовательно, это нормально. Ничего такого, помимо и поверх эпохи, он не делал. Вот здесь суммируется позитив. Вернемся после рекламы. Подъем. Во многом проблема внешности. Вот Березовский заложил душу Мефистофолю и все. Во многом проблема внешности, во многом проблема поведения. Понимаешь, о чем я говорю? Он понимал, Березовский очень точно понимал, что такое внешность и что такое поведение. Очень точно. Потому что я помню, как он позвонил мне с возмущением, что Потанин, будучи первым вице-премьером, когда возвел, по существу Березовский, своей энергией невероятной, объединил элиты, и возвел обновленного Ельцина на трон, вновь второго Ельцина, и поставил Чубайса главой администрации Ельцинской, по согласованию, конечно. Там же было сложное согласование, но Березовский лежит в основе этого процесса, мотор. И Потанина поставил первым вице-премьером, полагая, что вот теперь вот власть по-настоящему перейдет к капиталистам, и они построят счастливую либеральную Россию, рыночную либеральную Россию. И он возмущался, что Потанин поехал к рабочим в лыжной шапочке. Он говорит, его не воспринимают никак, он похож на хмырька, какой-то хмырек в лыжной шапочке какой-то, надвинутый на бровки, с этим своим каким-то таким пузыристым, каким-то прыщаво-пористым носом. Надо было поехать в нормальной ушанке норковой, или котик, или какой-нибудь, как называется второй, бобр какой-нибудь. То есть надо было в ушанке, надо было ехать так, как подобает. Не надо хмырьком там ходить, носом сопеть, прыщаво-пористым своим. Вот это обсуждалось. Я помню, Березовский точно понимал стиль, очень понимал стиль. Но сам, надо отдать ему должное, никогда не мог преодолеть свою лихорадочность в стиле, лихорадочность в речи, лихорадочность в манере, какая-то скорострельность, порывистость. И при этом, безусловно, южное лицо вот такое вот... Как в Берлусконе. Ну, как тебе сказать, в Берлусконе? Вот они, конечно, похожи, конечно, похожи. Но он для русских вдобавок, черненький такой, черненький коршун такой, с быстрой-быстрой-быстрой-быстрой бесовской такой речью, для русских он был антиэстетикой. Несмотря на то, что он очень точно понимал эстетику поведенческую, абсолютно точно понимал, он сам не мог выйти из своего лекала вот такой вот скорострельной бесовской манеры какой-то. Ну да, он не артист. Понимаешь, да? Да, не спал. То есть при этом были абсолютно зловещие люди, чудовища рядом с ним, настоящие чудовища, которые творили в его эпоху, настоящие злодеяния, настоящие злодеяния, у которых был открытый, чистый, красивый взгляд. Понимаешь? И эти чудовища до сих пор пользуются превосходной репутацией, за которыми трупы, трупы, убийства и чего хочешь. И у этих чудовищ превосходная репутация, потому что они не лезли болтать, где не надо, потому что они не суетились по перед батька, не лезли по перед батька. Понимаешь? И так далее. Они все до сих пор благополучие, они все миллиардеры, никто им их трупов не вспоминает, и все у них хорошо, и всегда будет хорошо. И потом их именем назовут в улицу, и так далее, и так далее. Понимаешь? То есть эстетическая проблема действительно очень важна. 9.30 новости. Обзор печати. Наверное, российская пресса никогда так много не писала о Борисе Абрамовиче Березовском, но теперь его портрет почти на всех первых полосах, ну, не на российской, конечно, газете, но, тем не менее, гений безместности пишет коммерсант 23 марта в собственном доме на улице Милл-Лейн в городке Аск от английского графства Бергшир, в Урл-Найтен-Мёртвом Борис Березовский. Британская полиция причин смерти официально пока не называет. И сейчас вот на лентах, конечно, по... Если вас интересует именно причина смерти, самоубийство, это или не самоубийство, или это просто смерть, или это убийство, очень много версий. Говорят, сейчас шарфик какой-то там в ванной нашли, он был заперт изнутри, и его там кто-то убирает, видимо, в помещении, или, в общем, прошел, и вызвал потом полицию, скорую помощь, обнаружив его мертвым на полу, а не в ванной, кстати говоря. Не в самой наполненной водой. В общем, если вам это интересно, то я бы советовала, наверное, больше к интернету обращаться, потому что там самые свежие новости из Лондона, из Англии. А в прессе такие вот очень впечатления, различные воспоминания, какие-то оценки, очень много. Российская газета меня очень интересовала, как она представит смерть Бориса Абрамовича Березовского. Там называется статья БАБ, как аббревиатура, «Последняя тайна». Британская полиция не может ни подтвердить, ни опровергнуть версию о самоубийстве Бориса Березовского. И пишет Евгений Шестаков. Значит, в последние годы о нем вспоминали реже, что пишут, что у него была депрессия. «Форбс» опубликовал практически на следующий день несколько таких абзацев. Антон Жигулов как будто бы встречался с Березовским. Там многие усомнились, правда это или нет, но тот такой был, что Березовский был очень разочарован во всем, не видел смысла жизни и говорил, что вообще самый лучший выход для него был бы сердечный приступ. Так вот, российская газета пишет то же самое, пересказывает содержание этой встречи. Газета «Гардин» приводит слова близкого друга Березовского, который говорит, что тот был измучен душевно. Но вот в одном из абзацев в середине, соответственно, пишут вопрос лишь в том, был ли Березовский в этот момент, ну, когда жаловался на жизнь всем, или же искренним, или же эта сцена отчаяния была разыграна. То есть подразумевается в российской газете, что вообще все может быть еще, может быть он это разыгрывал, потому что все знали, что дела у него шли плохо с точки зрения денег и там суд принял решение не в его пользу. Вообще, может быть, это все какой-то розыгрыш. В общем, смотрите, при сон, говорят, тело разрешат похоронить на территории Российской Федерации, если обращение соответствующее будет. Ну, родственники ждут итогов расследования, так что пока рано еще говорить. Семья и церковь ждут заключения о смерти Березовского. Это известие. Слушай, а значит, что есть такие мнения, что Березовский все это инсценировал, сам не умер, а кто-то умер за него. Какой-то добрый человек, и он сейчас сидит где-нибудь в Парагвае, нога на ногу, и... Стирает руки, конечно же. Нога на ногу, слушает, жмурится, слушает эфир, смотрит программы про себя. Жмурится, у него на коленях сидит какая-нибудь обворожительная... Мулатка. Ну, в Парагвае где-то. Не обязательно в Парагвае мулатка. Наоборот, может быть, какая-то местная тупи-гуарани какая-нибудь. Из народа гуарани такая какая-нибудь. Меня заинтересовали, я сейчас пойду смотреть. Гуарани? Как? Гуарани. 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 Ну, конечно, а кто там еще должен... А? Откуда они там взялись? Эти гуарани пришли, нибудь откуда? Они пришли через Чукотку, да, вот так они шли и пришли. Да, потихонечку. Они не торопились. Им некуда было торопиться. Слушай, значит, я думаю, что это неправда. Во-вторых, еще одно опасение. Неправда, что умер. Да, это чушь, конечно, конечно. Конечно, умер. Второе. Второе, значит, вся элита якобы, якобы вся элита русская ждет, не надиктовал ли он каких-то страшных, абсолютно страшных мемуаров, которые откроют свет, бросит и так далее. Значит, это тоже чушь. Это тоже чушь. Борис Абрамович не держал козыри никогда. Борис Абрамович играл козырями сходу. Играл козырями сходу. Просто у него к рукам не прилипали козыри. Он просто мгновенно клал их на стол. А письмо написал? Что письмо? Письмо Путину? Письмо Путину я не исключаю, что это верно. Я очень, очень считаю, что это очень в духе. Очень в духе. Потому что надо сказать, что Березовский любил Россию так, как редкой, редкой и невероятно интенсивной любовью. То есть я почти не знаю людей, которые так бы любили Россию, как Березовский. Почти не знаю людей. Ну, я знаю таких людей, но их мало. Вот чтобы так любить Россию, как Борис, это почти что и нет. Почти что и нет. Другое дело, что его страсть к России носила плотский характер. И это я отмечал не раз. А он любил Россию как женщину. И он, конечно, хотел ею владеть. Овладевать. Попросту хотел ее трахнуть. Но с заботой. С заботой. Он, конечно, действительно был сторонником сильного общества, слабого государства. То есть либерализма. Либерализма, основанного на культуре. Он абсолютно был убежден, что русские к этому способны. Я, например, всегда был убежден в обратном. А он был убежден, что русские способны к либеральной культуре взаимодействия. Я считаю, что это ошибка. Русские не способны к такой системе власти. Абсолютно не способны к такой культуре взаимодействия. Вот. А он считал, что если все абсолютно освободить, то люди установят какие-то правила. Наподобие того, как Явлинский считал, что, например, когда нет полицейских, люди рано или поздно начинают устанавливать какие-то правила движения на дороге. Мне говорил Григорий Алексеевич в свое время. Что вот если совсем нет полицейских, мы же все равно не идем лоб в лоб. Мы как-то начинаем ладить. Сами ладить. Березовский был абсолютно убежден в этом же. Что если вдруг государство исчезнет, то люди сами начнут ладить. Благодаря внутренней культуре. Значит, я не верил ему в этом тогда, и не верю сейчас, и никогда в это не верил. Потому что я считаю, что при малейшей свободе русские начинают ходить по головам друг у друга. При малейшей свободе. Свобода означает способность, вернее, свобода означает разрешение на издевательство друг на друга. Вот и все. Малейшее приглашение к свободе мой народ истолковывает как приглашение к издевательству, к глумлению, к нечеловеческому отношению друг к другу. Вскакивает на голову и начинает бегать по головам. Вот это примерно так. И здесь, конечно... Ну вот. А если ты хочешь, когда вечер воспоминаний, я могу... Утро воспоминаний. Я могу сказать... Давайте, конечно. Я коротенечко скажу, что я впервые увидел его в момент смерти Влада Листьева. Когда убили Листьева, я приехал на место убийства сразу. Это был ваш личный порыв или вам... Ну, то есть, вот мне просто интересно... Да нет, ну просто... Это была абсолютно принципиальная вещь. И Влад, во-первых, был один из нас. А во-вторых... А во-вторых, ведь в тот момент было понятно, что гавкнулось Первый канал. То есть, Первого канала не будет. Ну да, это государственное скучное телевидение было ужасное. Значит, и вот понятно было, что Первого канала не будет как частного проекта. Потому что убили Влада. И тот, кто убивал, я думаю, точно понимал, что он остановит приватизацию. И было жалко, что не будет Первого канала вот такого коммерческого. Было жалко, что убили одного из нас. Но как-то вот это все было ужасно. Я приехал на место. Потом все все время бегали из подъезда, где убили Влада, в Лаговаз, клуб Лаговаза на Новокузнецкой. И там все были убиты этой новостью. По двум причинам, еще раз. Потому что Влад был очень симпатичным человеком. Симпатичным, вообще просто хорошим человеком. Влад был, во-первых. А во-вторых, это означало конец проекта. Это означало, что проекту не быть. И вот все хоронили Первый канал, и Влада одновременно, понятно. Но потом как-то вот произошло, что все-таки Первый канал состоялся, как коммерческий проект. Но тогда мы точно понимали, что, скорее всего, не состоится. Вот. Потому что очень много было завязано на Влада. Очень много было завязано на Влада. Ну и, конечно, все горевали страшно. Вот я видел Березовского в горе в каком-то страшном. И Рене Лесневской. Все. Все понимали, что кранты. Всем кранты. Все. Ну, во-первых, не будет первого. Во-вторых, постепенно перебьют всех. Понятно. Да, там тихо. Вот. Драматизм страшный. Потом, потом он меня пытался как-то объясниться, только по каким-то вопросам приезжал ко мне несколько раз. И я его не принимал. По 40 минут. Вот. И это тоже доказывает его невероятную страстность и точное понимание. Эмоциональное. И в то же время он не обижался никогда. То есть, он точно понимал, что ему нужно. Точка. Ему это нужно. Вот если ему чего-то нужно, значит, он не обижается вообще. Понятно, да? Вот я его 40 минут не принимаю. Там охраны полэтажа. У Ирана Лесневская сидел. Ко мне прибегает Лена Караева, которая, значит, вот эти... А что мне делать? Я говорю, да, корми его арбузом, пока там арбуз в комнате есть. Он 40 минут ел арбуз, встал, потом ушел. Потом снова там приезжал, потом звонил, потом и так далее. В общем, добился он того, чтобы мы с ним встретились. Добился. Почему вы не принимали это? Не знаю, что-то... Мне казалось сомнительным, какой-то торговец с машинами. Как-то мне неловко было. С какой статьи я должен встречаться с торговцами машинами? Что за чушь? Что за чушь? Я должен встречаться с торговцами машинами? Это кажется мне... Это кажется мне по меньшей мере смешным. Ну, вообще, да. Ну, вот. Да. Ну, с какой статьи? Ну, представляешь, что сейчас где-нибудь в подъезде стоит торговец машинами. Не было видно. Какой шанс у него, что я его приму? Какой шанс? Нулевой. Нулевой, конечно. Ровно нулевой. Ровно нулевой. Ну вот. Ну вот и тогда был нулевой. Вот и тогда был нулевой. А не было, я говорю, видно там или как-то вот, что он не просто, например, торговец машинами? Ну, как бы тебе сказать, я все-таки вырос в предрассудках. Я же вырос в семье военного летчика. И мы все время были переполнены снобизмом, переполнены отвращением к пехоте, к ментам, к торгашам. То есть я вырос в семье, где меня учили ненавидеть КГБ, торговцев, пехоту, значит, ментов в особенности, особистов в особенности. То есть меня учили презирать. Главным образом меня учили презирать. С детства, с измольства. А потом, когда вы встречали... Я, собственно говоря, был готов к взрослой жизни, не презирая только две разновидности людей. Летчиков? Летчиков и моряков. Летчиков и моряков. А моряки чем заслужили? Ну, моряки, потому что батя служил в самом начале в военно-морской авиации. Поэтому моряки, кортики, ну, как же я буду сказать, моряки это наши, моряки наши и летчики наши. А все остальные, безусловно, отребья человеческие. Что с ним? О чем с ними вообще можно разговаривать? Ну, так вот. И как можно... Ну, о чем ты говоришь? Ну, вот. Понятно, да? Да. Значит, и поэтому я не очень был готов, потому что с торговцами можно разговаривать. Но он классный. А разговор был о чем? Но он классный. Он классный. Реально он классный был. И он решал вопросы. Когда ему чего-то хотелось, он решал вопросы. Мы пошли в ресторан Токио в 96-м году, в июле. Пошли в ресторан Токио. Это на месте снесенной гостиницы «Россия» была. Пока я съел 12 туна-суши, мы обо всем договорились. А когда я поедал следующие 6 туна-суши, обильно заедая все это имбирем, он уже успел сбегать в Кремль, встретиться с Таней, Валей и с папой, с Ельцином, а может быть, не с Ельцином, а с Дьяченко, и с Юмашевым, и с Толей. Значит, со всеми он успел встретиться. И он прибежал назад, когда я доедал в 18-й суши. Всего 18 суши мне пришлось есть. И когда я доедал в 18-й суши, он уже прибежал назад, сказал, что дело решено, и все, я иду на Первый канал. То есть он пробил это быстро в Кремле, бегом из Токио пробежал мимо этого самого Покровского собора, в Спасские ворота, бегом назад, все решил, все прибежал. Все. Я все решил. Все. Ты идешь, да. Когда Первая программа? Первая программа. И реально она вышла 13 октября или 6-го. Понимаешь? То есть все делалось вот так у него. Если что-то втемяшилось, то, между прочим, это его и... Это и нанесло страшный удар по Березовскому. Он не привык проигрывать. Он был уверен, что своей энергией, гигантской энергией, он как бы может соткать действительность. Он ее действительность ткет. Своей энергией. Ну, да, да. А разве... Ну, отчасти это... Я был... Здесь концептуальный спор. Здесь концептуальный спор. Я всегда был убежден, что массами нельзя руководить. А что? Массам можно нашептывать то, чего они хотят сами. А-а-а. Массами... Нет, я с Березовским точно именно по этому вопросу спорил и именно по этому вопросу спорил. Он говорил, что можно руководить массами. Я говорил, что массам можно только нашептать. Масса – женщина. Ты не можешь при каких-то настроениях сказать, я трахну тебя, сучка. Не можешь. А при некоторых можешь. А при некоторых можешь. То есть массам надо нашептывать то, что они хотят слышать. Вот то, что они хотят слышать, надо нашептать. А Березовский был уверен, что можно руководить. Это точно ошибка, на мой взгляд. Но не важно, это там концептуально. Я думаю, я никогда не сумел его переспорить. Звоним на биржу. Так. Его бы энергию да на благо России, говорит 409-й. Так, 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 так. Баб воровал, но другие короли крадут много больше, говорит Юстас. Он был мечтателем, он хотел построить город-сад. Но вот расчеты делал лишь по законам математики, в которой был силен. Он был дан, как говорит, 70-й. Ну, совсем не надо так уж совсем идеализировать, а? А правда, Сергей, что вы ему рогатку на день рождения подарили? Дарил рогатки, ага, дарил. Ну, а что подаришь миллиардеру? Послушай, когда денег как грязи, приходится дарить всякие глупости и так далее. Нет, это я увлекался стрельбой тогда и подарил свою рогатку, кажется. Ну, хорошо. А кто теперь остается идеологическим врагом России? Чичваркин? Кто? Вот, да, кстати, вопрос. Да. А, во-первых, какие люди, как Березовский, у нас в политике сейчас есть? А похоронят Березовского на Новодевичьем, спрашивает, 60-й. А еду под это камень, у меня шашками справа проносится черная тонированная приора. Ну, всякое бывает. Так, вы о Лужкове хорошо? Я всегда говорил о Лужкове, только хорошо. Никогда не говорил плохо. Я сожалел всегда о лицемерии Лужкова и продолжаю сожалеть о лицемерии Лужкова. Но я считаю, что он абсолютно искренне ищет народной любви и очень любит Россию. Очень любит Россию. Фанатично преданно любит Россию и Москву. Это правда. Да, да. Другое дело, что он, конечно, лицемер. Ну, ничего не поделаешь. А кто теперь займет место опального олигарха? Может быть, Абрамой, а кто теперь? Вот два вопроса. Два вопроса. Где его похоронят? Как ты понимаешь, я абсолютно убежден в том, что это верно. Песков сказал, что он написал письмо Путину, где раскаялся, просился в Россию на любых условиях. На любых условиях. В Россию. Только в Россию. Быть в России. И мне это очень понятно, потому что все, что он делал до этого, в том числе, обструкция против Путина были связаны с его желанием вернуться в Россию. Вернуться в Россию, где он свергнет Путина. Значит, вопросов у меня три. Вот смотри, три на самом деле вопроса. Первое. Это статья Минкина сегодняшняя, такая очень злая, разочарованная, хотя Минкин был очень принят Борисом Абрамовичем, и Минкин был очень любим Борисом Абрамовичем. Минкин считался человеком Гусинского, но в те месяцы, когда Гусинский и Березовский не враждовали, Минкин был очень, ну, во всяком случае, Березовский всегда очень хорошо говорил о Минкине, любил его привечать, когда они не ссорились с Гусинским. Когда они ссорились с Гусинским, Минкин был за Гусинского. Ну вот, но не в этом дело. А в том, что, на самом деле, да, дело в том, что Минкин написал одну очень интересную вещь, с которой я не могу не согласиться. Пока у Березовского было телевидение и президент, телевидение и президент, Ельцин, значит, Березовский делал чудеса, реально чудеса, да, обладая, обладая, то есть, как бы, штампом, печатью, большой печатью Кремлевской. Он делал чудеса. Ну как что? Чудеса, как, например, второе избрание Ельцина с 3% рейтинга. Принято. Березовский, Березовский просто в 1996 году сделал избрание Ельцина с 3% рейтинга. Да. Березовский, Березовский, например, в 99-м году, в 99-м году, с нулем процентов у Ельцина и полутора процентами у Путина, полтора процента было у Путина, и ноль процентов было у... Это по ФОМу, ФОМ, ФОМ. Саша Аслон, ФОМ. Ноль процентов у Ельцина и полтора процента сентябрь, сентябрь у Путина. 32 процента у Примакова, 32. Не 58, 32. И 16 у Лужкова. Цепочка стояла такая. Лужков, давай, прости, Примаков, 32 процента президентский рейтинг. Если выборы пройдут в ближайшее воскресенье. Значит, этот самый, Лужков, 16 процентов. Номер два политик в стране. Понятно? Значит, Путин, полтора процента. Да, да, да. Понятно, нет? Все? Все понятно. И это самое, то есть он отставал в 21 раз от Примакова. В 21 раз. Понятно? И ноль процентов у Ельцина. Все, жопа полная. Приезжает Березовский, который говорит, мы всех трахнем. Придумывает единство, придумывает и так далее. Понятно? Придумывает партию, придумывает проект, придумывает все. Понятно? Больной, притом гепатитом, лежит вот здесь вот в госпитале, все это придумывает. Да, Березовский. Он был больной гепатитом, он выкрикивал... Он выкрикивал все эти вот эти лозунги, всех трахнем, значит, единство, Путин, ура, победим, Лужков идет в жопу. Он это выкрикивал под капельницей, лежа в госпитале имени Вишневского, в военном госпитале на Новой Риге, под капельницей. Все эти крики раздавались под капельницей. После чего я говорил, Боря, что, капельницу поменять? Это какой-то, у тебя вид какой-то взъерошенный. Я говорю, нет, серьезно, какой-то вид взъерошенный. Ну вот, понимаешь, всех трахнем. Ты что, не веришь? Ты не веришь? Тогда уезжай на дачу. Живи на даче. Ты нам не нужен. Ты уезжай тогда на дачу и живи на даче, раз ты не веришь в победу. Вот так он со мной разговаривал. Я говорю, ничего себе. Я говорю, Боря, я верю, что нас прикончат в конце, поэтому я повоюю. Если бы я верил в победу, я бы на вас, говорю, клал бы с прибором. А так я верю, что нас пристрелят, поэтому я пойду повоюю. Ну вот. И это стало. Ну, конечно, конечно. Слушай, очень смешно. Да, я к чему клоню. Значит, есть три вопроса, которые я хочу обсудить. Первый. Всегда, когда он действует без государства, и это пишет Минкин, он проигрывает. Поездки на Мерседесах по Лондону, хождение в каких-то дурацких масках Путина по Лондону, создание каких-то объединений либеральной интеллигенции в Москве. Все было пшик. Все было пшик. Все было неудачно. Он тратил колоссальные деньги. Колоссальные деньги на то, чтобы развернуть историю в России. Реально большие деньги. Ну, скажем так, десятки миллионов долларов в год тратил. На всяких проходимцев, прощалык, на какие-то безумные авантюры и так далее. И все это вот карнавал, поездки Мерседеса по Лондону. Понятно, да? Пшик. Ноль. А 90-е годы он творил историю. Вот, это первый вопрос. Почему? Почему? Что случилось? Первый. Второй вопрос. Второй вопрос. Это, хотите ли вы, чтобы он был похоронен в России? Это сейчас я задам голосование. Потому что Песков сказал, что если члены семьи обратятся, Борис Абрамович действительно так стремился в Россию и так любил Россию, сверхъестественно любил Россию. Вот вопрос тут, кстати, по поводу похорон. Пишет нам слушатель, а почему похоронах надо просить Кремля? Это очень просто. Я считаю, я считаю, единственный субъект в России это Кремль. Других субъектов нет. Здесь не с кем разговаривать, кроме Кремля, как вы понимаете. Внимание, нет формальности. Нет формальности. В России есть один субъект, один субъект. Это трон и тот, кто его занимает. Все остальные сосут, понятно, да? Поэтому не о чем говорить со всеми остальными. Не о чем. Вообще. Говорить надо с единственным лицом. Оно же первое лицо. В России других лиц нет. Есть одно лицо, оно первое. Точка. А номер два, кто в России? Никто. Понятно? Никто. А номер три? Никто. Ноль. Звать никак, говно его фамилия. Все. Сказано, сделано. До свидания. Все. В России есть одно лицо, первое. Значит, говорить только надо с ним, больше ни с кем. Слушай, значит, это, надеюсь, не надо объяснять, почему. Это так. Таково устройство моей страны. Слышишь, значит, надо ли его хранить? Второй вопрос. И кто теперь заместит, заместит место князя тьмы? Кто? Кто злой волшебник? Кто злой волшебник в этой сказке про Россию? Должен. Вот поэтому. Смотрите, я ставлю сразу вопрос на голосование. Вы позволили бы в душе, вы считали бы правильно, чтобы прах Бориса Абрамовича Березовского упокоился здесь, в России? Вы считали бы, что ладно, пусть, ну что ж, ну что ж, он хотел сюда и все. 916-5581, вы бы внутренне для себя разрешили бы это. Да. Пусть его привезут и похоронят в России. 916-5581, да. 916-5582, нет. И праху его нет места на русской земле. 916-5582. Через минуту скажу вам результат. Подъем. Очень у меня занятный процент. Вот сейчас было, сейчас мелькнула хорошая цифра, была округленькая, а теперь она сбилась, к сожалению. Значит, смотрите, более 800 человек позвонило, 33,1, только что было 33,3. 33,1 процента считают, что нормально, если прах Березовского будет похоронен на родине. 33,1 процента. 66,9 процента нет, нет, даже и праху его нет места на родине. Интересно, почему? Пару аргументов. Да, здравствуйте, слушаем. Алло, Сергей, доброе утро на 80-е, да, здравствуйте, сейчас, извините. Я что-то не пойму, почему нельзя праху, это что будет, место паломничества, или что? Я нет, я голосовал как раз-таки наоборот, это я считаю, что Борис Абрамович имеет право лежать в этой земле, в общем-то, не кривя душой, да, не кривя душой, но очень многие, очень многие предприятия, организации, действующие сейчас, в общем-то, обязаны Борису Абрамовичу, либо своим образованием по А, либо своим финансированием Б, либо, так скажем, либо появлением С, вообще, вот так вот. Да, он много генерал, Ну и потом он такой очень, он очень русский по духу, человек, который не прижился вообще нигде, где, везде, везде и всюду он был русским, он православный христианин, в конце концов. А потом еще, Сергей Леонидович, ну тоже, в общем-то, ни для кого не секрет, да, он же ученый, если я не ошибаюсь, он же в... В советское время стал член-кором, Первых, что ли, он получал, вот что-то подобное, да? Он член-кор, член-кор Академии Наук, действительно, член Академии Наук Российской Федерации. Ну пусть каким-то образом, но извините, в 90-х тогда все каким-то образом... Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, вот в том-то дело, что нет, он стал членом Академии либо в 90-м, либо в 91-м, еще до, еще до вот этой всех шахермахер. Да я не разговариваю, он из института... Я говорю про первые заработанные деньги, про бизнес. А, он из института управления при Академии Наук, и он стал действительно членом Академии Наук. Для, начинал делать, да? Для Академии Наук. Для Академии Наук. Да, для Тольятти. Для Тольятти он придумал схему. И он придумал схему оплаты автомобилями, именно автомобилями, для чего организован был первый кооператив. А они сначала отзывали машины из-за рубежа, которые отгружали сюда. Да, Рекс. Он назад отгружал их, через Финляндию назад отгружал. И это дало кэш какой-то. Потому что Тольятти не мог работать. Тольятти останавливался. И он как-то там что-то придумал для них. Да, вот тем 66 процентами я, в общем-то, спешу напомнить, что, ну, если кто-то помнит, да, еще в те годы, когда Березовский отзывал обратно автомобили, извините, но пол Москвы со столами бегало по большому-то счету. Уж, вы знаете, человек, который своей головой додумался, что можно сделать деньги так, а не с помощью автомата Калашникова, да, вот как бы, ну, пусть хоть каким-то образом, но все-таки достой налажения. Да, и сразу из первых же денег он делает фонд Триумф. Фонд Триумф, который награждает творческую интеллигенцию, русскую творческую интеллигенцию поддерживает. Да, а, ну и что, ну и что, нет праху его пути сюда, нельзя его здесь хоронить, сколько у нас слушателей, сейчас скажу, 66,9 процента, 66,9 процента, обоснуйте, пожалуйста, да, прошу вас, прошу вас. Да, алло. Здравствуйте. Мадам, обоснуйте, пожалуйста. Звонок, я хочу сказать, я работала в аэрофлоте в 90-х годах, аэрофлот поставил, Березовский поставил своей целью банкротство аэрофлота, и президент ассоциации летного состава Кочур, ныне покойный, Подожди, Кочур или Квочур? Кочур или Квочур? Кочур, Кочур, Анатолий Алексеевич, Анатолий Алексеевич, а это я путаю с летчиком-испытателем, с Квочуром знаменитым. Нет, это был президент ассоциации летного состава, и он был свидетелем. Понял, понял. Как Шапошников, Евгений Шапошников должен был заключить контракт на покупку 20 самолетов Ту-24. Уже был готов контракт. Можно изумиться. В его кабинет вошел Березовский. В его кабинет вошел Березовский. Вышел через 5 минут. За ним выбежал бледный Шапошников и закричал, вы меня неправильно поняли, Борис Абрамович. И в тот же день улетел в Тулуза заключать контракт на покупку аэробусов. Можно изумиться. Можно изумиться. Можно изумиться, что... А зачем же вы ушли, моя дорогая пылкая леди? Можно ли изумиться тому, что в середине 60-90-х годов Березовский предотвратил покупку Ту-204, которых не существовало? Ну, их не существовало просто. Мне страшно обидно, но их не существовало. Их просто не существовало. Поэтому Шапошников, безусловно, должен был быть бледным. В момент, когда он отказался от покупки Ту-204, он должен был побледнеть, и, я думаю, его мог... Что-то совсем уж скорая могла приехать. Ведь Березовский ему просто сказал, что таких самолетов не существует. И тотчас улетел в Тулузу и купил первую партию аэробусов. Помнишь, вот эту первую партию аэробусов, которые назывались Римский Корсаков, Чайковский, вот эти вот, на которых мы летали? Мусоргский. Мусоргский, значит, это первые аэробусы... А-319, который первый отряд аэробусов появился в аэрофлоте, где были, в отличие от других самолетов, вежливые стюардессы. Была отряд аэробусов совершенно... Совершенно волшебный. Там были вежливые стюардессы, такие мамочки. И так далее, и так далее. Это вот это Боря купил в Тулузе, оказывается. Видишь, как прелестно. Ну, и хорошо. Они до сих пор летают, кстати. А может и нет, вот эти все мусоргские. Так, секунду, секунду, секунду. Давайте менять тему, потому что 10.20 уже. Вы же хотите какие-то разные темы. Поехали. Подъем. Слушай, подожди, сейчас ты мне говоришь, кто второй по народной нелюбви? Мне кажется, Чубайс. Чубайс, конечно. Конечно. Но он не оправдан. Даже может быть, нет, даже может быть и Чубайс на первом месте, если сравнить с Березовским. Ой, Чубайс на первом месте по ненависти, мне кажется. А вам тут припадут... Вы не правы, пишите мне, подожди, мне надо поправку. Мне надо фактические поправки сделать. Вы не правы. Ту-204 летал Москва-Минводы с 1995 года, сам летал на нем. И еще. 666-й. Ту-204 с 1989 года выпускают. Да, и вот хотя бы... Ну да, ну да, ну хорошо. Давайте признаем колоссальной ошибкой Березовского покупку отряда аэробусов. Отряд аэробусов появляется в аэрофлоте. На аэробусах аэрофлот начинает летать благодаря воле Березовского, как говорит нам наша слушательница. Сейчас бы мы все с вами бы отменили и закупили бутылку. Сейчас бы мы сидели в этой жопе под названием Мил-96 вместо аэробусов. Я хочу вас всех поздравить. Слава Богу, действительно, что наперекор судьбе он купил аэробусы. Это прекрасно, наконец-то. И прекрасно. И эта традиция, насколько я понимаю, продолжена. Мы по-прежнему летаем на аэробусах и на Боингах. И я с восхищением еще и еще раз об этом думаю. Из уважения к нашим могилам, из уважения к русскому паспорту никогда не летайте на русских самолетах. Вот, смотрите, люди говорят, ну, из-за того, что иностранные стали покупать, наше авиастроение совсем развалилось. Да нет, оно прежде развалилось. Оно прежде развалилось. И я вам скажу, что в 94-м году, в 94-м году, чтобы вам было понятно, А, нет, подожди, я сейчас скажу, когда Ельцин не мог взлететь из Денвера. Сейчас я вам скажу. Ельцин летал на G8, на группу 8, будучи президентом Российской Федерации, в середине 90-х, на ИЛ-96, на своем президентском, и он не мог взлететь из Денвера в жаркую погоду, потому что в жаркую погоду в Высокогорье, все самолеты взлетели, все Боинги и аэробусы ушли на Европу, на Францию, на Великобританию, на Японию ушел Боинг. Боинг ушел на Японию, потому что это было G8, и там участвовал японский премьер. Но русский самолет не мог взлететь, поэтому его заправили наполовину, ИЛ-96 заправили наполовину. Он сделал аэродромом подскока Нью-Йорк, он долетел из Денвера до Нью-Йорка. В Нью-Йорке он залился полностью и пошел, как мне объяснили пилоты. В условиях жары и высокогорья кислорода меньше, мощности двигателя не хватает, при полной загрузке, при полных баках он не может вообще взлететь. Он взлетел, поэтому, на малой загрузке, на полубаках, на малой загрузке. С Ельцином, с президентом, этот позор знали иностранцы тоже. Это был позор русской авиационной техники. Позор, о котором знали все президенты всей восьмерки. В Нью-Йорке, на уровне моря, он залился снова полный, залился снова полный, и почесал на Москву. Вот об этом позоре русской техники, русской авиатехники, следует помнить, когда мы говорим, зачем мы купили Боинги, зачем мы купили аэробусы. Мы их купили потому, что наша техника, это позор. Позор. Ну, это позор. Что теперь делать? Надо жить с этим позором. Так, давайте поговорим вот о чем. Кто, кто следующий? В смысле следующий? Дело в том, что система... Да, кто доктор зло? Кто? Чубайс, он параллельно всегда существовал. Может быть, Чубайс? Кто еще? Но Чубайс не берет на себя эту роль. Дело в том, что для сатанизма истинного человек должен быть готов сам играть эту роль. Ведь Березовский играл эту роль с огромным удовольствием. Березовский играл эту роль с удовольствием. Чубайс не хочет играть эту роль. Чубайс не отказывается от такой роли. Должен быть настоящий злой человек, который не откажется от этой роли. Ну, скажите мне. Кто же не откажется? Наверное, это должен быть какой-то противник идеологический режим. 7887.0. Кто же следующий? Кто следующий негодяй вот такой вот зло? Доктор зло русской жизни. Кто? Алло, я думаю, это собирательный образ. Это евреи. Евреи вообще. А вы думаете, евреи способны сейчас забрать всю разочарованность русских? Они способны на все. И по скриптам позвольте. Я вот с Шереметьево сейчас еду, с работы засыпаю, природные лень преодолеваю. Ваши слова про наш... Ил-96, который не мог взлететь из Денвера, мои слова подтверждаются летчиками, которые летчики не могли поднять Ил-96 из Денвера в жару. Они долетели до Нью-Йорка, дозаправились, и поэтому после этого полетели на Москву. Внимание! Мне это сообщили пилоты. Понятно? Вот это мои слова, которые я передаю вам слова пилотов. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, Клиточка Егора, наверное, будет все-таки попытаться сделать Лужкова, потому что он более такая яркая личность всех веров. Не получится. Он уже ничего не решает, Лужков. Нельзя. Не получится. Его многие любят. Ходорковского придется сделать. Ходорковский тоже ведет себя с достоинством и не хочет быть сатаной. Он ничего не решает, но на него легко списать прошлые, как бы, неудачи и какие-то косяки там. Он слишком локальный, разве нет? Он слишком локальный. Слишком локальный. Не годится. Ну что, какой максимальный консеркт это какой-нибудь на уровне города? Не годится. Никак не годится. 7-8-8-10-7-0. Не годится, товарищи. Нет. 7-8-8-10-7-0. Алло, здравствуйте. Да, алло. Кто мог бы заместить, да? Понимаете, вот это вот по вниманию еврейства как... Нет, евреи целиком, евреи как таковые. Мне кажется, уже не способны вызвать такую ненависть. Отошло назад. Теперь только... Алло. Да, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Кто мог бы заместить, заменить... Может, Даренко. Только Даренко, да? Вы думаете? Нет, я недостаточно... Кто-то может быть из сказки христилик? Нет, нет, нет. Даренко не может. Нет, недостаточно известен. Да, здравствуйте, прошу вас. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Александр. Да, Александр. Сергей. Да. Ну, во-первых, я вам скажу по 2004-м Тул, Тушкам. Я вас смотрю. У меня вопрос... Вопрос простой. Кто может заместить Березовского? А вы мне говорите, а во-первых, я вам скажу. Так кто здесь принимает решения командирские? У вас на... У вас в самолете так же, что ли? Каждый говорит, что хочет, или командир принимает решения? Вот в этом самолете я командир. Я принимаю решения. Командирские. Сказал, значит, так будет, ясно? Не надо мне перечить. Здравствуйте, слушаю вас. Сергей, это Анатолий. Кто может заместить Березовского? Березовского. Есть мысль такая, что надо все-таки его похоронить в России, потому что потом, чтобы не захоранивать, с почтой не приводить дело снова. Кто может заместить Березовского как доктора злого такого вот в русском понимании? А потом придется... Нет, пока было высказано Лужков евреи, как таковые, и и и кавказцы, как таковые. Ну, вы знаете, мне кажется, что судя по нашей дискуссии, фигура Березовского в этом смысле была уникальной. А Россия может жить без врага? Без врага нельзя жить. Нельзя. Запрещено. Запрещено, иначе мы разойдемся все как стадо. Поехали, новости. Обзор печати. Значит, хоронить Березовского обязательно надо в России. Настя. Почему? И хоронить, освещать по телевизору и провести генную экспертизу. Почему? Потому что мне уже пишут, что его видели на Пушкинской площади, так что живого. А, в этом смысле, да. И еще потому, что мне пишут, что его действительно видели сейчас в Парагвае, в Асунсьоне, в столице. Парагвае. Так он распустил двойников по всему столицу. Нет, на самом деле, чтобы избежать, на самом деле, чтобы избежать мистики с всевозможными лжеберезовскими, нужно обязательно его привозить сюда. Все это, значит, и... И свидетельствовать, да. Гражданскую панилифию организовать. Генную экспертизу, гражданскую экспертизу, значит, хоронить на Новодевичьем, чтобы все видели, что вот он, вот его могильные памятники, и все. Потому что на сегодня, на сегодня живет версия, что это мистификация. Борис Абрамович пошутил с нами над всеми идиотами. А сам он где-то гуляет. То ли на Пушкинской его видели, то ли его в Минске видели. Сейчас в Минске его опять видели, мне написали. В Минске. И в Асунсьоне, столице Парагвае, его видели. Его уже видели в трех местах. На Комородском рынке. На сегодняшнее, за сегодняшнее утро, да. Его видели в трех местах. Ку-ку. Ты понимаешь? Да, я тогда сразу сказала, что в прессе, как я уже в прошлый раз говорила, наверное, ни разу такого количества упоминаний о фамилии Березовской не было, потому что, ну, вот сейчас и воспоминания о нем, и оценки его работы. Подъем. Так, говори, говори. Чубайцы полезны. Здесь я снялся Березовской. Чубайцы полезны это у себя в ЖЖ. Это разве не читала? Нет. А нет, я Чубайцы не читала. Настена. Ах, Настена. Пропустила. Ах, можно я тебе сделаю? А Реановости это преподносит как... Реановости абсолютно неправы. Они... Давно уже, да? Да, на самом деле, конечно, конечно. Реановости работают... Ну, конечно, это очень... Нет. Породи назад, да? Чубайцы, ну, конечно, это очень смешно, то, что делают Реановости, но мы не должны их каждый раз пороть. Они, наверное, может... Сейчас пришли на работу. 10.43. Ну, они, как меня. Вот я пропустила. Пока кофе, пока то. Понимаешь? Вот, а Чубайцы по поводу смерти Березовского? Я тебе сейчас скажу. Ученые ядерщики проведут. Чубайцы разместил это в ЖЖ 24 мая в 23.53. В 23.53. Вчера. Без восьми минут полночь. В полночь, да? У меня... У нас были, мягко говоря, непростые отношения. Но смерть — это смерть. Я знаю людей, для которых это настоящая потеря. Выражаю им свои соболезнования. Говорит Чубайцы. Я знаю людей, для которых это настоящая потеря. Выражаю им свои соболезнования. Кстати-ка, по уровню ненависти в массах Чубайца хочешь взвесим, Березовский? Давайте. Путем голосования? Ну, да. Путем голосования? Я относюсь такой, да. Скажите, пожалуйста, мы очень хорошо знаем про вас все, но мы знаем, как вы недолюбливаете Березовского. Вы недолюбливаете. Это мягко сказано. Знаете, что он украл всю Россию и вообще все украл, и сделал несчастным этот народ. И всюду-всюду по России... Какая-то девочка написала мне всюду... Сейчас, по-моему, в Фейсбуке или в Твиттере. Всюду-всюду по России могильные кресты ребят, погибших из-за Березовского. Всюду. То есть он усеял Россию крестами. Усеял Россию крестами. Каким образом он это сделал, невозможно понять. Но, значит, но тем не менее, вот он, значит, покрыл Россию крестами, могильными, холмиками. Вот такое чудовище. Как катком он прокатился по России, понимаешь? Вот, скажите, пожалуйста, а тем не менее, а есть Чубайс, который сейчас соболезнует в РИА Новости, неважно, и у себя в ЖЖ еще накануне, еще накануне воскресенья. По степени ненавистности для вас на первом месте Березовский 916-5581 отдадим ну и по алфавиту. Березовский 916-5581 в сравнении с Чубайсом. Чубайс 916-5582. Кто все-таки ненавистнее, кто покрыл большим количеством крестов могильных Россию и изничтожил, искорежил, судьба? Березовский 916-5581 или Чубайс 916-5582? Да, да. Кто страшнее? Это большой вопрос. Кто страшнее? В русской действительности кто виновнее? Кто виновнее? Березовский 916-5581 Чубайс 916-5582. Очень интересно. Я вижу двух привлекательных собеседников. Здесь помечены телефоны. Гурген звонит и Юрий, который гармошечник. И что же ты скажешь? Гурген звонил в последнее время часто. А давайте Юрий. А Юрий слетел. А Юрий слетел. Слетел звонок. Он бросил трубку. Ну, в смысле, или его скинул автомат. Алло, здравствуйте, Гурген. Доброе утро. Очень приятно. Кто страшнее для России, скажите, пожалуйста, все-таки, Чубайс или Березовский? Видите, это персоной мистический. Я думаю, Чубайс. Чубайс. Во-первых, то, что он здесь. Я один раз единственный видал Чубайса, выходящего из Московской рейса в Лондоне. Да. Ну, видите ли, вот вы задали еще более интересный, на мой взгляд, вопрос. Кто есть доктор зло? Сегодняшний. Сергей, позвольте, я в двух словах отвечу. Значит, доктор зло, это тот, кому мы завидуем беззаветно. Это не евреи, евреи уже не актуальны, и после их пассионарности, после выхода из чертой оседлости, уже, мягко говоря, смесь упала. Это так, на уровне. Кавказцы. Кавказцы. Простите, Герман Стерлигов, вот, средоточие зла. Почему? Как это он? Умудряется, у него и дети матом не ругаются, и ходят в школу правильную, и питаются он экологическими продуктами. А почему это мы должны... Рано, Гурген, рано. Герману Стерлигову начнут завидовать лет через 30, пока мы еще не осознали всей генной модификации. Мы еще не... Спасибо. Мы еще не испытали генной модификации такой уж совсем радикальной, нет, никак. Скажите, пожалуйста, кто ужаснее для России, с вашей точки зрения, Березовский 916-5581 или Чубайс 916-5582? Сейчас нам будет чем поздравить... Сейчас нам будет чем поздравить Чубай, Анатолий Борисович прям не знает, как мы его ужаснее и ненавистнее. Кто вам ужаснее и ненавистнее? Да, да, да. Я заканчиваю это голосование. Сейчас, секундочку. Ну, дайте мне еще. Слушайте, потому что летят пакеты. Смотрите, Березовский 916-5581, ненавистнее для России, Чубайс 916-5582. Мы по алфавиту... Я хочу тысячу человек набрать. Давайте тысячу наберем. А? Что эти против Березовского... 970 у меня человек сейчас... Да, прошу. Работала, ну, в каком-то смысле пресса, правда? Да. Ну, у него в таком негативе... Чубайс всегда оставался... Чубайс пресса любит. И ничего плохого про него никогда... 1025 всего звонков уникальных 962, потому что некоторые звонят по нескольку раз. 996 уникальных у меня уже. 996. Давайте за 1000 перевалим, уж по-честному сказать. Все, 1029. 1029 уникальных. 1041, простите, в последний момент пакет прилетел. И 1111 всего звонков уникальных 1041. Значит, ненавистнее для России Березовский 11,2%. Чубайс 88,8%. Ну, как не поздравить Анатолия Борисовича? Ну, как не поздравить Анатолия Борисовича? Как бы конвертировать эту нелюбовь? Да как? Ну, что-то нужно с этим делать. Да как? Начать прикусывать ему ягодичные мышцы, да и все. Прессе какую-нибудь. И что будет-то? Вот, например... Чубайс чрезвычайно выгодная цель. Он рыжий. Он надменный. Рыжий, надменный. Он такой, как бы сказать, вивисектор холодный. Он хладный враг людей. Такой хладный враг людей. Неподеваемый. Не стыдный ему. Он без стыжа. Абсолютно без стыжа, с моей точки зрения. Всегда без стыжа. Понимаешь? Ненавидеть его, мне кажется, людям легко. Легко. Скажите нам, Милос, почему же мы этот блистательный ресурс никак не задействуем? И во что с ним дальше делается? Почему же он простаивает, можно сказать? Этот ресурс простаивает, товарищи. Ну, как же так? Ну, мы настолько радостно готовы, и он простаивает. Что же это? Это какой-то недогляд. Не по-хозяйски. Алло, здравствуйте. 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 7-8-8-10-7-0. 7-8-8-10-7-0. Здравствуйте. 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 Как дела? Александр зовут. Ну, Чубайса все-таки проголосовали правильно слушатели. Наверное, больше ненавистен. Почему он не задействован? Почему этот мяч не в игре? Почему он все время... Ой, а вы знаете, там, наверное, может быть, вот смотришь начало 90-х годов, Анатолий Борисович на задних планах уже тогда был в правительстве. А Борис Абрамович, может быть, его выставили, вот он такой ненавистный... Борис Абрамович сам подыгрывал. Борис Абрамович подыгрывал сам. Ему нравилось демоническое... Да, да, да. Демонический имидж. А вот Анатолий Борисович абсолютно не задействован. Но мне странно, почему этот мяч не вкинут в игру? Почему он хранится в картонной коробке? Красивый мяч? Ой, вы знаете, наверное, так всем надоел и оскучил, что... Кто-то-то, Анатолий Борисович? Да. Так надо развить драму, надо воткнуть ему, скажем, кинжал в жопу. Он надо насчет что-то кричать и так далее, нет? Нет? Может быть, но... Ну, я не знаю. Мне кажется, Анатолий Борисович совершенно напрасно игнорируется как ресурс. Мне даже абсолютно, абсолютно кажется, это не по-хозяйски. А? Ладно, погнали дальше. Скажите, значит, вот мне говорят, Госдеп может заменить Березовского в качестве врага нации. Госдеп. Это очень выгодный враг. Я абсолютно разделяю эту точку зрения. Это напрашивающаяся вещь. А, и на самом деле, скоро зима. Как вы знаете, мы находимся в России, где... А, всегда скоро зима. Пора подумать о подарках. А, пора подумать о подарках, ведь скоро зима, ребят. Как вы помните, мы в России, здесь всегда скоро зима. Анастасия Аножко провела этот выпуск. Вячеслав Петров расскажет вам о спорте, а я пойду и проживу его. Этот понедельник. 25 марта. Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе. Новостей.